Велосипед это самое удобное средство передвижения, но после скейтбординга, конечно. У меня велосипед только с передним амортизатором, я люблю прыгать. И я понимаю, что было бы неплохо, если был задний амортизатор. Ну, чуть-чуть прыгал бы, ездил просто. Ну, как-то так. Всех приветствую, друзья. Сегодня у меня будет очень необычный велосипедный видос. Это велоэксперимент. Я сегодня немножко покатаюсь на велосипеде с Теос-Навигатор 650. И, что гораздо интереснее, подспрашиваю людей, что они думают об этом велосипеде. Просто левых прохожих, самых разных людей. Я буду спрашивать их, что они думают об этом велике, как они думают, для чего этот велосипед нужен. Можно ли на нем прыгать, годится ли он для асфальта или для бездорожья. Ну, и всякие такие велосипедные мифы, которые наверняка ходят в народе о велосипедах. О скоростях, тормозах, о педалях. И потом... Зараза, напугал меня. И потом все это дело нарежу и сравню. Ну, что ж, давайте отправимся на поиски первой жертвы. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, когда вы в последний раз катались на велосипеде? Меня зовут Варвара, и последний раз катался на велосипеде где-то, наверное, год назад. А что это было за велосипед, если не секрет? Понятия не имею. Обычный велосипед с двумя колесами. А вот этот байк, как вы думаете, для чего он такой нужен? Ну, мне кажется, это какой-то спортивный или горный скоростной велосипед. В горке, не в горке, с разными скоростями ездить. Ну, просто повседневные, не знаю, прогулки на велосипеде, все дела. А вот по вашему мнению, для чего на велосипедах на всех этих скоростей сейчас ставят? Это какая-то просто модная примочка или действительно функционал? Да, по-любому функционал. Наверное, для того, чтобы удобно было подниматься в гору, спускаться с горы, ездить на разных местностях и так далее. А вот конкретно этот велосипед, как вы думаете, он пригоден для каких-то прыжков, трюков или он, наоборот, типичный, такой, знаете, городской? Ну, судя по толщине шин, мне кажется, он пригоден для того, чтобы какие-то делать на нем трюки. Добрый вечер! Представьтесь, пожалуйста, и скажите, как вы думаете, для чего нужен такой велосипед? Здравствуйте! Меня Дмитрий зовут, и я думаю, что это горный велосипед. А какого уровня горный велосипед это, как вы думаете? Для какого он катания? Для экстремального или для умеренного? Ну, на мой взгляд, это средний класс велосипеда. Как вы думаете, для чего нужен вот такой велосипед? Добрый вечер! Меня зовут Дмитрий. Вот, а велосипед нужен, ну, я думаю, что это дорожный велосипед. То есть для езды по городским дорогам, не по лесу? Ну, он такой кросс, наверное. То есть не для прыжков явно, потому что амортизатор только передний стоит. И, ну, не для жестких таких экстремальщиков. То есть такой попересеченной местности для города. Я думаю, так. Меня зовут Ваня. Последний раз катался на велике. Как я катался на велике? Для чего он? Для какого катания? Для прыжков или, может быть, для езды по асфальту? Для езды по асфальту. А почему ты так решил? Ну, на нем скорость, и он не предназначен для такого жесткого катания, прыгать, все такое. Я Вика, и я не знаю, велосипед для чего нужен именно этот или вообще? Ну да, вот ты смотришь на этот велосипед, на нем стоят какие-то определенные запчасти. И вот для чего он? Для обычного катания в парке? Или, может быть, для какого-то спорта или каких-то состязаний? Для спорта, наверное, может быть, да, для спорта. А как вы считаете, раньше качественнее относились к велосипеду? Безусловно, конечно, конечно. А вот глядя на этот велосипед, какое вы можете о нем составить мнение? Для чего он такой нужен? Ну, это красивый велосипед. Вот, как будто бы горный, как будто бы рассчитан на приличные нагрузки. Единственный, с моей точки зрения, недостаток, что он нелегкий. Смотря, что вы называете экстремальным вождением. Ну, по лесу на таком, я думаю, можно кататься. Да, по лесу. А если, например, взять какие-то прыжки, то есть там, когда парни на велосипедах крутятся или вертятся? Ну, я вижу, здесь амортизация есть на переднем колесе, а значит, наверное, он это выдержит. Как вы думаете, для какого катания предназначен? Ну, мне кажется, явно для какого-то, наверное, полупрофессионального, потому что я смотрю, что у него усиленные вот эти вот вещи, какая-то усиленная амортизация, мне кажется. Ну, в общем, он очень красивый. А во сколько бы вы денег его оценили? Хороший вопрос. Может быть, в районе 30. 20. 20 тысяч. Ну, вы близки. Попали прямо, если честно, в серединку надо было попасть. Велосипеды... 25. Ну да, где-то 25 он стоит, от 20 до 27. Велосипеды для обычного катания, Варвара очень правильно дала определение, то есть он и для того, чтобы в горку можно было поехать и притопить с горки, собственно, это раскрывает задний, передний переключатели. Вот, не для прыжков, не для трюков. Единственное, что можно сделать, на нем это вот на бордюре. Да, запрыгнуть на поребрик, все остальное это будет слишком опасно уже в дальнейшем, накладывается нагрузка. Вот. Единственное, что последний вопрос задам вам. Как вы думаете, он мужской или женский? Унисекс. Унисекс. На самом деле мужской. Добрый вечер, меня зовут Владислав, и последний раз я катался на велосипеде год назад, наверное. А что это был за велосипед? Это был BMX моего знакомого. А какой бренд не помните? О, нет, совершенно. Но это, кажется, был советский BMX. Украина. Да, вот сейчас вспоминаю. Харьковского велосипедного завода, лязгающая, тяжелая, махина, совершенно не приспособленная для целей, для которых нужны BMX, но, тем не менее, BMX. Если кто-то знает, что это за BMX был Харьковского велозавода, скиньте ссылочку, пожалуйста, в комментариях. Ну, нет, для каких-то трюковых моментов точно не подходит. Барспин будет не сделать, много очень проводов, нету там всяких штуковин. Но вилка с амортом это прикольно. Нет заднего амортизатора, правда, я вижу. Не особо будет мягенько попе кататься по брусчаточке, например. А вот, например, банихопа или как на скейте, это называется, по-моему, Олли. Да, да, на нем банихоп, ну, я даже сделаю, мне кажется. Хотя вилка, блин, с вилкой не очень круто, с амортом, потому что она уходит немножечко, когда, типа, щелкаешь. Ну, вот, блин, больше чего-нибудь там словно. Ну, Тейл Вип на нем точно не сделаешь. Специально для железячных фанатов я залез в интернет и сравнил этот велосипед с конкурентами. Ну, я имею в виду с конкурентами по сегменту, то есть алюминиевая рама, 27,5 колеса, механические дисковые тормоза, какая-то простенькая амортизационная вилка и навеска уровня Ассера, сзади кассета. И, в принципе, за эти деньги у него особо-то конкурентов на 27,5 нету. Merida Big 7 дороже, Jant дороже, другие более раскрученные бренды, такие как Cube, еще дороже. В общем-то, если вы хотите попробовать 27,5, то есть у вас рост от 170 сантиметров, это, в принципе, достаточно рабочий вариант. Единственное, что лично мне в этом велосипеде не понравилось, это слишком узкая резина. По-моему, 2.0 на узком протекторе, это слишком странно, потому что хочется больше амортизации, больше устойчивости. И, опять же, из-за этой резины кататься в городе будет не слишком комфортно. Мы ходили-бродили тут несколько часов по тюзу и собрали, по-моему, очень разношерстную публику. Я хочу сказать спасибо большое всем нашим респондентам, всем, кто не постеснялся и высказал свое искреннее мнение. Я буду очень рад лайкам и репостам. Поддержите, пожалуйста, этот наш необычный новый формат. Если ролик хорошо зайдет, мы повторим его. И действительно, можно задавать самые разные вопросы про самые разные велики. Будет круто. Но, опять же, если вам понравилось. Поэтому поделитесь комментариями и оцените видео. Лично я сделал для себя такой вывод. Вот, наверное, часть людей узнает горный велосипед, понимает, что это велосипед со скоростями. Но вот амортизаторы у всех почему-то ассоциируются с трюками. То есть, есть передняя вилка, передний амортизатор, я уже сам говорил странными словами. Есть вилка, соответственно, велосипед типа годится для прыжков. Но, на самом деле, это не так. Вы же понимаете, что вилка – это всего лишь амортизатор. Но, чтобы он годился для трюков, для прыжков, он должен быть для этого дела всего подготовлен. И, опять же, один человек сказал, что задний амортизатор нужен для большего экстрима. И я вот вижу, что остается человек, заинтересовался происходящим. А ты не хочешь ответить нам на пару вопросов? Как ты думаешь, для чего этот велосипед? Ну, подойди сюда, в кадр. Если ты не против, конечно. Представься, пожалуйста, и скажи нам, как ты думаешь, для чего этот велик. Меня зовут Николай. Всем добрый вечер. Этот велосипед, он предназначен для езды по городу. Так, он горный, но на нем ездят по городу в основном. А я считаю, что это правильно, то, что люди ездят на горных велосипедах по городу? Это правильно. А почему? Ну, по ребрике всякие там надо перепрыгивать. Так что... А вот у тебя стрида. Тебе удобнее на стриде, чем на горнике? Ты имел возможность сравнить? Ну, у меня есть горный велосипед, то есть этот, по центру удобно ездить на нем, на стриде. А на горном, конечно, такие дальние пути. Ну, и какого-то экстрима там бывает. Если не хватает, то на горный пересадываешь. Столько у людей мифов в головах. Ну, надеемся, что эти видео мы поможем их разогнать. А что касается конкретно моего мнения по навигатору 650. Ну, это начальный велосипед. Горный велосипед добротного начального уровня. Дисковая механика тормозит нормально, но будет делать мозги при настройке. Как я говорю уже в миллионе своих роликов. Здесь стуки на шариках, которые со временем будут раскручиваться, вам надо будет их контрить. Дальше двойные обода. Узкая резина, то есть я бы резину поменял на более широкую. Для города нужна более лысая резина. Руль удобный, ширина чуть уже, чем обычно ставят на 27,5. Но лавировать в толпе с таким рулем самое то. Монетки моноблоки, триггеры. Что хорошо. Потому что шифтеры, кроме CRMX0, говно. Дальше. Педали. Это было удивление. Позитивное. Они лучше, чем обычные педали, которые ставят на дешевые велики. Широкие, шипастые и с виду даже прочные. Есть подножка, в комплекте есть дешевые крылья, которых так не хватает людям, которые покупают вот такие недорогие велики. Это очень частое разочарование, когда человек набирает там последние 20-25 тысяч рублей, а именно столько стоит этот велосипед. Приходит в магаз, а там его обламывают на крылья. Но на самом деле, когда человек обламывают на крылья, ему поясняют, что это для того, чтобы навеску лучше на велик поставили, на там те кровные денежки, которые стоили бы эти крылья. Но это заставляет людей испытывать геморрой финансовый в первую очередь, потому что купить крылья дешево не всегда возможно. И дешевые крылья не всегда продаются. А тут их дают в комплекте. Мне очень приятно. Так, дальше что? Ну, переключатель АСР, о чем тут можно говорить? Зато кассета сзади. Это приятно. Вот. Удобное сидение. Приятная расцветка. Некоторые думают, что он женский. Вот такие вот пироги. Друзья, большое спасибо за внимание. Обязательно пишите комментарии, ставьте оценки этому видео, плохие или хорошие. Только так я смогу понять, следует ли мне продолжать дальше в этом направлении. Это было Народное мнение о велосипеде Стеснавигатор 650МД и Антон Степанов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok